Точкой локации на 4 дня для специализированной смены отряда поисковиков «Служить России» стал Дом отдыха Ершова. Организаторы смены не случайно выбрали это особое место с многолетней историей. В годы Великой Отечественной войны за две недели боев Дом отдыха шесть раз переходил из рук в руки противника и сторожил села. Я хочу вам сказать, что вы стоите на передовой линии обороны, там где 19 ноября началось наступление последнее на Москву и в начале декабря остановили здесь, вот именно на этом месте немецко-фашистские полчища. На небольшом уголке нашей страны в селе Ершовы 13 братских могил и два одиночных захоронения. Всего на территории захоронено около 2000 погибших бойцов. Торжественное открытие лагеря состоялось у памятника на братской могиле, где собраны останки более 250 бойцов со всех санитарных захоронений поселения. Чтобы поздравить юных поисковиков со стартом смены, приехали почетные гости. Они пожелали ребятам продуктивной работы и успехов во всех начинаниях. Наши подрастающие поколения реально принимают участие в том, чтобы восстановить, с одной стороны, историческую справедливость. Они изучают историю, они поднимают, работают в архивах. А с другой стороны, чтобы до сих пор, несмотря на то, что прошло уже 70 лет после окончания Великой Отечественной войны, есть люди, которые неизвестна их судьба. И то, что эти ребята делают здесь, у нас, в Подмосковье и в других регионах Российской Федерации, в тех местах, где прошлась эта страшная война, это заслуживает признания всеобщего и уважения к их серьезному и очень такому ответственному труду. В рамках практических занятий участники слета ознакомятся с особенностями оказания первой медицинской помощи в полевых условиях, методикой поиска останков бойцов, а также изучат меры безопасности при проведении поисковых работ и правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Еще для юных поисковиков будут организованы военно-спортивные игры на местности, «Защитник Отечества» и «Тропы разведчика». Ребят научат разбирать, собирать АКМ, двигаться по азимуту, стрелять из пневматического оружия, преодолевать веревочные заграждения, разбивать лагерь в лесном массиве и преодолевать заболоченные участки местности. Наши дети уже подхватили эту волну патриотизма, которую накрывает сейчас нашу страну. И я уверен, что мы можем спокойно смотреть в будущее. Мы верим в наше молодое поколение, в этих детишек, которые занимаются очень важным делом. И я уверен, что в сегодняшнем лагере и в эту смену они получат действительно массу интересного нового опыта, навыков. И дальше в своих территориях, в Центральном федеральном округе Московской области будут продолжать заниматься этой очень нужной работой. Затем почетные гости отправились к мемориалу «Слава воинам России», установленному на площади перед зданием администрации поселения Ершовская. Этот памятный комплекс посвящен нескольким событиям. Отечественной войне 1812 года, Первой мировой, Великой Отечественной и памяти воинов-интернационалистов. Всего в Подмосковье ведут активную деятельность 164 военно-патриотических клуба и 116 молодежных поисковых отрядов. Эти внушительные в масштабах Московской области числа дают возможность осознать, как много у нас сознательных ребят, неравнодушных к истории России, как великой державы. Екатерина Старосветская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok